Кино, сериалы и национальный контент. С ТВ Плюс от Казахтелеком. Самый настоящий транспортный коллапс наблюдался сегодня в нашем городе. Ремонтные работы на мосту в 5-м микрорайоне крайне осложнили движение транспорта и пассажиров. Буквально за минуту до перекрытия проспекта Алина, его пересечении с улицы Исидбатыра случилось ДТП. Здесь произошло боковое столкновение двух пассажирских автобусов. Обязательная дактилоскопическая регистрация начнется в нашей стране с 1 января. Отпечатки пальцев понадобятся и для того, чтобы получить удостоверение личности или паспорт. Предупреждение о правонарушении и помощь детям в создании дебатных клубов. Власти объявили конкурс на лучшие молодежные инициативы с вручением безвозмездных грантов. Здравствуйте! Вы смотрите программу ФАКС. Студия работает Ирина Черней. Кастак сообщает, сильные осадки и гололед ожидаются в ближайшие трое суток. В ряде регионов Казахстана сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет». В начале периода через территорию Казахстана будет перемещаться глубокий атлантический циклон. Однако уже днем, 4 ноября, в тыл циклона будет смещаться западный антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и понижение температур. Говорится в прогнозе погоды на 4-6 ноября. Из-за ремонта моста на некоторых дорогах города сегодня царил настоящий хаос. Километровые пробки образовались по улицам Сетбатыра, Сеитова, проспекту Алии Молдогуловой. По словам некоторых водителей, за туры возникли и вблизи жилгородского рынка из-за загруженности ЖД переезда. Ремонт моста на 5-й микрорайон будет продолжаться до вечера субботы, сообщили в отделе ЖКХ. Вот так сегодня днем выглядел перекресток улицы Сетбатыры, проспекта Алии Молдогуловой. По причине ремонта с утра была закрыта полоса движения через мост Сосарны 5-го микрорайона по направлению к проспекту 312-й стрелковой дивизии. Заторы от перекрестка тянулись как в сторону летного училища, так и в сторону парка первого президента. Ужасно. Вы знали, из-за чего это? Ну, Слайерна перекрытая. Вас вчера предупреждали об этом? Где-то я видел сообщение, но вспомнил только сейчас. Откуда ехали сейчас? Я около 40 минут стоял. Ну, доберется сюда около 40 минут. Обычный день я за 10 минут добрался бы, если пробки не было. Ну, неудобство. Хотел доехать к бабушке, но не смог. Сейчас думаю, как доехать по карте. Автобус сейчас еду в другую сторону по карте смотреть. Вот я ищу сейчас как дойти до этой остановки. Вот и все. Из-за перекрытия отрезка проспекта Молдогуловой такси автобусы стали ехать в объезд и застревать в заторах, что создало проблемы и для пешеходной части населения района. Под мостом в направлении улицы Мометовой также тянулась длинная очередь из автомобилей. По самому мосту можно было проехать только в сторону пятого микрорайона. Но асфальт и в этом направлении был уже демонтирован. В скором времени эта полоса тоже временно закроется. В результате ежедневных проверок установлено, что дорожное покрытие моста, расположенного в пятом микрорайоне, изношено. То есть на проезжей части появились колея, ямы и другие неровности. По этому поводу было проведено выездное совещание с участием ответственных организаций. По итогам совещания было принято решение в обновлении асфальтового покрытия. Здесь с помощью дорожной фрезы снимут первый слой асфальтового покрытия, а затем уложат новое. Ремонтные работы запланированы на два дня. Текущий ремонт начался сегодня в 9 часов утра и продлится до 8 часов вечера следующего дня. Данное уведомление сотрудники ЖКХ разместили в социальных сетях накануне вечером, что слишком поздно, ведь, как оказалось, сегодня многие стоявших в пробке водителей даже не знали, что проезд закрыт. Не говоря уже о пешеходах, которым не посчастливилось ловить такси или ехать в автобусах рядом с пятым мостом. Данная ситуация в очередной раз показывает, что в районе необходим еще один железнодорожный переезд, который в случае очередного закрытия или аварии на мосту смог бы несколько разгрузить автотрафик. Влад Рогушев, программа «Факт». Буквально за минуту до перекрытия проспекта Алии на его пересечении с улицы Есетбатыра случилось дорожное происшествие, еще больше осложнившее движение транспорта. Примерно в 13.30 в обеденный час пик здесь произошло боковое столкновение двух пассажирских автобусов, следовавших по первому и сороковому маршрутам. Две сотни пассажиров были вынуждены покинуть салоны и направиться на ближайшие остановки. Однако в этот момент проспект Алии перекрыли полицейские. Весь транспорт, движущийся в сторону моста, заворачивали на улицу Тайбекова. Люди ловили такси вдоль обочин. Причем стоимость услуг частных извозчиков возросла в полтора раза, о чем оповестило соответствующее приложение. На этих кадрах видно, как в считанные минуты размеренное движение в центре города превратилось в самый настоящий транспортный коллапс. Обязательно дактилоскопическая регистрация начнется в нашей стране с 1 января 2024 года. Теперь, чтобы получить удостоверение личности или паспорт, гражданину нужно будет сдать и отпечатки пальцев. Дактилоскопической регистрацией подлежат все граждане Республики Казахстан, а также иностранцы, проживавшие на постоянной основе в нашей стране. Дети до 12 лет не будут проходить данную регистрацию, а с 12 до 16 лет процедура будет проходить на добровольной основе. Граждане Республики Казахстан при обращении в Центр обслуживания населения по вопросу документирования на удостоверение личности и паспорт Республики Казахстан обращаются со своим документом, оформляется заявка, и при этом гражданин проходит обязательную дактилоскопическую геномную регистрацию. Данное нововведение призвано упростить и ускорить процедуру восстановления документов, исключить незаконные документирования, а также защитить документы от подделок. Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в Центрах обслуживания населения при оформлении удостоверения личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверения лица без гражданства. Цель проведения дактилоскопической регистрации – это защита интересов человека, обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и безопасности. Снятие отпечатков пальцев будет проходить в Центрах обслуживания населения. После процедуры дактилоскопическая информация гражданина будет обезличена. Это значит, что в базе будет только универсальная модель отпечатка пальцев. В настоящее время уполномоченным органам проводятся испытания системы. Евгений Борщ, программа «Факт». 30 молодых актюбинских активистов в минувшем году получили гранты на реализацию своих инициатив. Их по 300 тысяч тенге на каждого им вручили в рамках проекта Таулис ССД «Курпактары». Сегодня на брифинге в областном Акимате сотрудники молодежного ресурсного центра объявили о начале конкурса и на этот год. В ходе прошлогоднего конкурса были приняты 102 заявки. Большинство из них в волонтерском направлении. По этому направлению были выданы 9 грантов на безвозмездной основе в размере 300 тысяч тенге каждому. В плане волонтерства молодежь хочет заниматься предупреждением правонарушений, помогать детям и организовывать лубы дебатов. Прием заявок на участие в конкурсе в этом году проводится с 30 октября по 20 ноября. Обращаться в областной молодежный ресурсный центр. За период конкурса организаторы из ресурсного центра намерены выявить 30 активистов, которые получат безвозмездный грант. Заявки принимаются от жителей области возрастом от 14 до 34 лет по 6 направлениям. Наука, культура, информационные технологии, бизнес, медиа и волонтерство. С наступлением осени в городских парках стало тихо. Меньше людей посещают любимые прогулочные места. К примеру, парк имени первого президента готовит к зиме, а протекающая в центре города река Содзинка пока полна воды. Местным городским пейзажем сегодня любовалась Тамерис Жумабаева. Искусственный водоем в парке первого президента пока не осушен, но на дне виднеется принесенный отдыхающими мусор, пакеты и обертки. Сама территория парка чистая. Нам удалось застать работу дворников, которые грузили мусор. Сейчас в основном они заняты сбором листвы, но водоем будут очищать весной. Изменился. Конечно, хотелось, чтобы было красивее, больше цветов, озеленение деревьев, чтобы детям, наверное, больше развлечения было, чтобы мы не задавали вопрос, куда нам сходить. Ну, желательно, конечно, получше. Все-таки убиралось бы это самое. Ну, а остальное все удовлетворительно. Саночисткой парка занимаются 10 человек. Лопаты, метлы – это привычное снаряжение для дворников. Недавно здесь также проводили обрезку деревьев. Но не стоит забывать и о другой природной достопримечательности этого района города, а именно реке Создинка. Из года в год ее вид меняется. Порой она высыхает, оставляя на виду одни камыши. А сейчас русло полноводное. На набережной можно встретить любителей рыбалки. Здесь рыба есть, но она клюет плохо. Ее здесь люди забирают, отсюда кушают. Я бы не советовал. Это чисто спортивный. Поймал, отпустил. Потому что я, в общем, сейчас на рыбалку не могу уехать далеко. Вот вышел, покидаю. Две-три щучки могу поймать за день. Ну, скорее всего, ее уже здесь выловили к концу. А какая рыба осталась, к сожалению, она здесь погибнет. А где там вообще рыба? Ну, с Создинского водохранилища же вода приходится. Это же Создинка река. Это же не частный водоем. Создинки. Водохранилище. Паводок идет, сюда рыба заходит. Потом я ее летом здесь ловлю. Поэтому так вот. Каждую зиму на реке функционирует каток. А пока пернатые жители местного водоема проводят тут последние теплые деньки и скоро улетят. Река Созды частично заболочена. Русло реки обычно поддерживается в надлежащем состоянии только в районе водно-зеленого бульвара. В этом большая часть русла представляет собой тростниковое болото. Примеры 12 микрорайона, но разоросло камышом, который не вырубается. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». На 10-м саммите организации тюркских государств были подписаны 12 документов, в том числе совместный план действия ОТГ по программе транспортной связи на 2023-2027 годы. Также главы государств подписали астанинские акты и декларацию саммита ОТГ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев на 10-м саммите организации тюркских государств призвал тюркские государства сделать заявление о конфликте на Ближнем Востоке. Согласно резолюциям ООН, палестинский народ имеет право на создание независимого государства. Мы должны выразить свою общую и принципиальную позицию по этому вопросу, сказал глава Узбекистана. Ранее министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу призвал немедленно прекратить огонь между Израилем и Хамас и открыть гуманитарные коридоры. «Казахстан солидарен с международным сообществом, требующим остановить кровопролитие», – отметил он. «Казахстан предоставит гуманитарную помощь палестинскому народу в размере миллиона долларов», – заявил президент Казахстана Касымжом Артакаев. «Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора газа, особенно дети и пожилые люди. Главная задача – обеспечение их безопасности. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере миллиона долларов», – заявил президент Такаев в своем докладе на 10-м саммите Организации тюркских государств. Полицейского подозревают в убийстве супруги. Утром 1 ноября во дворе дома в одном из поселков Кустанайской области был обнаружен труп женщины. В полиции задержан мужчина, который уже признан подозреваемым по делу. Супруги ожидали бракоразводный процесс. У них двое малолетних детей. Подозреваемый выдворен в ВВС. Начато досудебное расследование. Подозреваемую в крупной афере в Алматы после 13 лет розыска задержали в Экибастузе, передает Костак. 67-летняя женщина скрывалась от суда за мошенничество в крупном размере. В 2006 году она, предлагая услуги по оформлению жилья по госпрограмме, обманула женщину на 36 миллионов тенге. Подозреваемая обещала вернуть деньги, но в 2010 году скрылась. Эксперты Международного агентства по атомной энергии посчитали площадку в селе Улькен Алматинской области пригодной для строительства АЭС. Об этом заявил министр энергетики Алмас Адам Садкалиев. Министр напомнил, что согласно поручению президента Казахстана пройдет общенациональный референдум, чтобы при принятии решения о возможности строительства АЭС учитывать мнение казахстанцев. Казахстан оказался в числе худших мирового рейтинга самых коррумпированных стран, передает Кастак. 75 место из 87. Согласно исследованию, Казахстан расположился между Гватемалой и Кенией. Узбекистан на 68 месте, Азербайджан на 62, Украина на 48. У России 87 место, у Ирана 86. В первой десятке наименее коррумпированных стран Швейцария, Канада, Швеция, Австралия, Нидерланды, Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Бельгия и Норвегия. После рекламы смотрите следующие сюжеты. Тысячи найденных останков солдат и военных трофеев. Сегодня общественный фонд «Боевое братство» отмечает свое 35-летие. На торжествах побывала наша съемочная группа. Виртуальные уроки, ставшие популярными в период пандемии, дают возможность развивать цифровые технологии. Сегодня педагоги изучали этот опыт на специальном семинаре. Октябрьский планетарий готовится к Республиканской астрономической олимпиаде для школьников. Наш город на несколько дней станет состязательной площадкой для юных звездочетов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все, что ты любишь. Кино, сериалы и национальный контент. Смотри везде, где захочется. Сразу, на всех устройствах. Выбирай все с ТВ Плюс от Казах Телеком. Расширьте возможности Вашей рекламы. Новая услуга «Реклама с QR-кодом». Это возможность перехода в один клик на Ваш сайт или страничку в Инстаграм. При просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно, навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба «Медиагруппы Рика». Звоните 220-250-222-300. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами Вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе «Медиагруппы Рика». Освободите голову для бизнеса. Простое предложение – верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Тысячи найденных останков солдат и еще больше военных трофеев. Сотни опознанных погибших героев. Такой результат многолетней работы актюбинских поисковиков. Сегодня они отметили 35-й день рождения своего общественного фонда. «Боевое братство» празднество началось с возложения цветов к вечному огню и памятнику Алии Молдогуловой. И продолжилось в городском доме культуры с участием властей, общественников, школьников и других приглашенных гостей. Сохранение памяти о подвигах предков, изучение истории войны, упорство, трудолюбие и, самое главное, одна идеология. Такими целями и качествами можно охарактеризовать поисковиков актюбинского объединения «Боевое братство». Вот уже 35 лет они неустанно выезжают на места сражений Великой Отечественной войны. Основной акцент делается на исследовании и захоронении бойцов актюбинских воинских формирований. В 88-м году идея возникла у Глеба Чугунова. Он тогда работал военруком в СПТУ, первым СПТУ училищем был. И вот в 88-м году создались группы, и мы вот впервые поехали, наша большая группа поехала в Мясной убор в Новгородскую область. Вот с того времени, с августа 88-го года мы считаем, что у нас началось поисковое движение, потому что следующие года уже больше, больше, наверное, с каждым годом. После возложения цветов делегация «Братство» вместе с другими общественниками и сотрудниками Акимата молодежью переместилась в Городской дом культуры, где всем собравшимся показывали военные документальные фильмы, наградили почетных поисковиков и организовали концерт. Пользовалась олигия Малдору Кулова, а самую большую ценность представляет наградной лист о присвоении в нашей землячке звания Героя Советского Союза. Поисковики «Боевого братства» ведут раскопки, привозят останки павших на родину, проводят экскурсии для начинающих поисковиков, устанавливают мемориальные стелы на местах братских захоронений. Бойцы октябинских формирований воевали в том числе в Новгородской области, Ржеве и Калужской области. Это 74-я морская бригада, 101-я стрелковая бригада и 312-я стрелковая дивизия соответственно. Поиск и захоронения – это в первую очередь командная работа. И нашим поисковикам постоянно помогают российские товарищи. Некоторые из них сегодня приехали в октябре. «Следуя словами великого русского полководца, война не закончена, пока не захоронен последний солдат, для нас, поисковиков, война продолжается, то есть трудимся». «Насколько важно взаимодействие воисковых отрядов из разных государств? Вы из России, из наших государств?» «Я считаю, что это очень важно, потому что воевал весь Советский Союз, не разбирая какой-то национальности. Все были граждане единого государства. Поэтому все мы являемся победителями, потомками победителей Великой Отечественной войны. Взаимодействие здесь просто жизненно необходимо». Поисковики из Оренбурга вели раскопки в Западно-Казахстанской области, в Баке-Ардинском районе, вблизи станции Сайхин. Это граница с Волгоградской областью, через которую в годы Великой Отечественной войны шли эшелоны солдат под Сталинград. «Прифронтовая зона была в Баке-Ардинский район, шли эшелоны. Они подвергались нападению немецкой авиации. И то есть погибших хоронили уже рядом с теми местами, где они погибли, то есть в Воронках и так далее. То есть они тоже выходят без вести пропавшие. И там их лежит довольно-таки много». Возвращаясь к боевому братству, необходимо отметить, что им удавалось непрерывно продолжать свою деятельность даже в период всеобщего раздрая и развала Советского Союза. К сегодняшнему дню они совершили суммарно около 60 выездов на места боев той войны. Каждый выезд обходится в миллионные суммы. Спонсорскую помощь оказывают меценаты из местных промышленных и других предприятий, а также в областном Акимате. При этом количество участников братства не снижается и постоянно пополняется. «В 2016 году товарищ мой пригласил. Его пригласили и меня порекомендовал, потому что занимались мы раньше и туризмом. То есть мы были уже подготовлены к какому-то этому. И интерес к нашей Великой Отечественной войне, так как наши дедушки, бабушки эту войну прошли, то есть это нам близко. В первый год поехали в Великий Новгород, это там Старая Русса. Там работали, несколько лет туда ездили. Потом у нас были экспедиции в Тверскую область». Дедушка и бабушка Юрия Гладкова пошли на фронт в первые годы войны. 17-летняя Валентина Ильинична как медсестра спасала жизни раненых при фронтовой зоне рядом с Липецком и Воронежем. Дедушка Иван Иванович служил на Дальневосточном фронте. Участвовал в маньчжурской кампании против Японской империи в 1945 году и получил орден «Великая Отечественная война второй степени». И таких потомков героев, как Юрий Гладков, в боевом братстве большинство. Благодаря их труду фонды октябинских музеев регулярно выполняются новыми находками. «В качестве экспоната это предметы Великой Отечественной войны, останки воинов, которых было найдено около трех тысяч. Конечно, это большая работа, проводимая ими, она у нас всегда фиксируется в музее. Почему? Потому что мы проводим по итогам их поездок мероприятия, выставки уникальных предметов Великой Отечественной войны. И мы тесно сотрудничаем, так как поиск – это благородное дело, это идентификация личности воина Великой Отечественной войны, это останки, которые были найдены. Около ста воинов войны были идентифицированы по медалям». Главная заслуга поисковых отрядов в том, что они не просто поддерживают современниках память о подвигах предков. Очень многие солдаты до сих пор продолжают покоиться в братских могилах. И главной наградой для поисковиков являются не медали и грамоты, а благодарные лица потомков, чьих близких им удалось опознать и чьи останки удалось вернуть на родную землю. Влад Рогушев, программа «Факт». Виртуальные уроки стали особенно популярны в период пандемии и дали возможность развивать цифровые технологии в сельских школах. Сегодня в 56-й школе прошел семинар, в котором участвовали педагоги со всей области. Они изучали навыки пользования платформами для онлайн-обучения. Сегодняшний семинар посвящен для учителей малокомплектных школ, которые участвуют в республиканском проекте «Полимал». На семинаре мы, учителя виртуального проекта, виртуальных уроков, показываем практически применение цифровых ресурсов на виртуальных уроках. На базе этого проекта учителя городских школ, школ, гимназии и других преподают виртуальные уроки для сельских учеников. Как отмечают учителя, такие семинары очень хорошо заостряют внимание на разработке и ведении онлайн-уроков. Занятия проводятся с помощью платформы Zoom, которую освоить несложно. Семинар организован в качестве методической поддержки для учителей математики, физики, биологии, химии, английского языка. Всего в нем участвовали педагоги из 36 школ. Сегодня подвели итоги областного конкурса среди библиотекарей. Награды вы вручили за лучшую презентацию любимой книги. Для участия в конкурсе поступило около 40 работ. Однако только 9 из них полностью соответствовали всем требованиям. В книжном состязании приняли участие сотрудники областных, городских и сельских библиотек. При поддержке Актюбинского областного управления культуры, архивов и документации областная библиотека имени Баишева провела книжный конкурс КТАП по ИГСе среди библиотекарей области. Конкурс проходил в онлайн-режиме, а сегодня прошло подведение итогов конкурса и награждение победителей. Для участия в конкурсе поступило около 40 работ от библиотекарей области. По результатам анализа представленных работ членами жюри были отобраны 9 участников, работы которых полностью соответствовали требованиям правил конкурса. Библиотекари соперничали по созданию рекламы на лучшую книгу. Кто-то готовил презентацию, кто-то видеоролики, а кто-то словесно презентовал свою любимую книгу. Награждение участников проходило по трем номинациям, и в каждой были разыграны по три призовых места. По итогам конкурса победители были награждены ценными призами и дипломами. Сегодня лидерами, обладателями первых мест оказались библиотекари городской централизованной системы города Ахтубе и Муголжарского района. По завершению мероприятия победители конкурса были награждены ценными призами и медалями. Евгений Борщ, программа «Факт». Уважение к людям, понимание многообразия культуры, адекватное восприятие чужого мировоззрения. В Ахтубе проживают люди разных национальностей. Сегодня наши корреспонденты побеседовали с ними о том, что они по-настоящему ценят в своей жизни. Наш город, как и всю страну, объединяет множество культур и разных религий. У нас есть храмы и мечети, где всегда рады прихожанам. Некоторые современные активницы, помимо работы, семьи и хобби, уделяют внимание и молитве. Для кого-то поход в мечеть в Святую Пятницу или воскресная служба в храме стали доброй традицией. Конечно, каждый человек вправе выбирать, что ему нравится. Я уважаю все религии, но мне ближе и роднее ислам. Во всем есть как положительные, так и отрицательные моменты. Я не близок к религии, поэтому не могу конкретно ничего сказать. Вопрос религиозной толерантности важен всегда. Благодаря этому наше общество может обойти стороной конфликты и обеспечить общественную стабильность в стране. Люди не скрывают, что дружат с семьями, соседями или коллегами, отмечая различные религиозные праздники. Могут увлекаться, конечно. Главное, чтобы это были не экстремистские течения. А так это положительно, в том плане, что это объединяет людей, это придает им какой-то уверенности в будущем и плана жизни. У вас много друзей, знакомых из других верований? Да, мусульман. Я думаю, сейчас молодец должен не в церковь ходить, не в мечеть ходить, а молодец должен сейчас передавать технологии, надо учиться науке, надо просвещаться сам себя. Воспитывать толерантность человеку необходимо с детства. Это поможет ему быть востребованным в сфере, где он учится или работает. Современный человек может по-разному относиться к религии. Современному человеку, скорее всего, не хватает толерантности. Многие люди выдвигают свои религиозные убеждения на первый план, тем самым обесценивая других людей с их религиозными убеждениями. Очень важно воспитывать в современных людях толерантность. Акцубинский областной планетарий уже по традиции проводит Республиканскую астрономическую олимпиаду для школьников. Юные звездочоды смогут продемонстрировать свои знания в области астрономии и астрофизики. Научное соревнование будет проходить в нашем городе два дня с 6 по 8 ноября. В Олимпиаде примут участие дети из всех регионов республики. Всего 60 школьников, старших и средних классов. Областной планетарий с 6 по 8 ноября проводит Вторую республиканскую астрономическую олимпиаду. Основными целями проведения астрономической олимпиады является повышение интереса школьников к областям науки, связанных с астрономией. Выявление одаренных детей, активизация работы астрономических кружков, а также пропаганда легендарных именолетчиков, героев, ученых, космонавтов нашего родного края и страны. Олимпиада организована Акчубинским областным планетарием при поддержке областного управления культуры, архивов и документаций, также областным управлением образования. Для участников олимпиады приготовлены задачи по астрономическим наукам. Участники должны будут показать углубленные знания по сравнению со школьной программой и удивить членов жюри. В олимпиаде принимают участие школьники в возрасте 13-16 лет с разных регионов нашей республики. Всего участвует 60 школьников с 11 городов. Астана, Акчубе, Тарас, Казаларда, Павлодар, Туркестан, Уральск, Костанай, Атарау, Талдыкурган, Ахтау. Олимпиада предполагает решение задач по астрономии, астрофизике. Участники должны показать углубленные знания по сравнению со школьной программой. Также для участников и их наставников будет организована культурная программа. Знакомство с планетарием, а также церемонии возложения цветов к памятникам Алии Молдогуловой и октябрьского космонавта Виктора Пацаева. По итогам олимпиады ее победители будут награждены дипломами и медалями. Евгений Борщ, программа «Факт». Союз Европейских футбольных ассоциаций и группа «Мари», владеющая медиакомпаниями «Франсфутбол» и «Лекип» объявляют о партнерстве с целью совместной организации «Золотого мяча» 2024 года, сообщает Вести Киезет. Этим самым УИФА и группа «Мари» намерены повысить статус и глобальный охват престижнейшей награды. «Золотой мяч» ежегодно вручается «Франсфутбол» с 1956 года и считается самой престижной наградой, которую футболист может получить в знак признания его выдающихся достижений и исключительного таланта. В рамках соглашения группа «Мари» останется владельцем бренда «Золотой мяч» и продолжит контролировать голосование, которое сохранит прежнюю систему и независимость. УИФА привнесет проект в свою футбольную экспертизу, а также будет продвигать глобальные коммерческие права и организовывать ежегодный галый вечер с награждением. Кроме этого, будут добавлены новые награды для лучших тренеров года в мужском и женском футболе. При этом сохранится список всех нынешних наград. Напомним, что в этом году «Золотой мяч» достался форварду американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Леонелю Месси. Для него это восьмая награда в карьере. Ключи удачи, ключи успеха, ключи счастья. Национальная лотерея сайта «Жолдос» объявляет о фантастической охоте за удачей. Теперь каждый месяц у вас есть двойной шанс изменить свою судьбу. Выиграйте квартиру и машину. Билеты можно приобрести в точках продаж, в отделениях почты и на сайте sz.kz. Читай газету в телефоне ежедневно и бесплатно. Эврика всегда с тобою. Подпишись в Телеграм и Инстаграм. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikotv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok